И снова здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моей чайной коллекции двоеточия Пуэр. Здесь он у меня и в родных баночках, и не в родных, и в мешочках, и всякие разные, в том числе и смола Пуэра. В общем, ночной обзор, пожалуй, с маленькой легенды о том, как появился Пуэр. Пуэр известен человечеству в Китае с 14 века. В одном из монастырей Китая однажды монах спустился в подполье в поисках чая, дабы заварить его, и обнаружил, что чай несколько испортился. А настоятель монастыря запрещал покупать новый, ибо денег не было. Ну и, в общем, выпивайте, какой есть. Он заварил этот чай. Чай оказался уже не совсем тот, но вкус ему понравился. Да, вот это у меня тут видно коробочку, на которой обычно стоит фотоаппарат. Это от планшета моего. И, так как чай понравился, а хранился он, в принципе, в сыром месте, в подвале, и немножко заплесневел, то, в общем, грубо говоря, появился Пуэр. Пуэр – это ферментированный чай, который, по легендам и вообще, чаще всего хранится где-нибудь. И так вот собрали листья, посушили на солнышке, запаковали в рисовую бумажку и откопали землю, положили туда Пуэр, ну это как обычно считается. И на сколько-то лет он там хранится, обычно от трех лет до нескольких десятилетий. Сорок лет назад примерно стали делать искусственной ферментацией Пуэр, и вообще он стал делиться на шен и шу. Сейчас я возьму свою бумажку, ибо я все-таки склерозию иногда и посмотрю. В общем, шу – это переводится как готовый, то бишь черный, а шен – это зеленый, то бишь сырой. Точнее переводится как сырой, но обозначает зеленый. Я же зеленый Пуэр обозначаю как олень, потому что одна российская фирма Конфуций в свое время продавала, не знаю как сейчас, очень давно не попадался он мне, зеленый чай прессованный в виде точей, маленьких таких классических чашечек. Ну, допустим, вот как вот этот, формы только намного меньше. И был он зеленый, и, соответственно, назывался он «Чай-олень». Я так и называла его «Чай-олень», когда пошел бум Пуэра по России, то стало распространяться такое поверье, что Пуэр делится на шу и шен. То бишь шу – на готовый, который снимают листья, подсушивают на солнце, слегка поджаривают, потом раскладывают в куче в специальных помещениях, поливают обильной водой, мешают его, потом заново сушат, и вот так вот несколько раз повторяется весь этот процесс. А потом, до того, как листья становятся черными, а потом его прессуют и продают под видом Пуэра. Разницы особо никакой нету, что сам по себе добродящий, бродит он где-то там под землей, ферментируется то, что искусственно. Единственное, по цене различается, что искусственно приготовлено, он намного дешевле стоит, чем обычный Пуэр. В общем, такая предыстория. Сейчас я начну, пожалуй, я поставлю, наверное, все-таки на постамент свой фотик и буду рассказывать о своей коллекции. На самом деле сейчас ее намного меньше, этого Пуэра. И вообще самого чая тут, когда разбиралась, я делила его по сортам, там улун к улуну, Пуэр, так сказать. У меня намного меньше. Раньше я очень много денег тратила на чай. Вот сейчас просто, когда вспоминаю, у меня даже иногда жаба душит к памяти прошлых лет. У меня в 2012 году у меня было очень неудачное свидание. Поехала в Ярик встретиться с мальчиком. Но мальчику меня... Не то чтобы я с ним не встретилась, он просто стоял на расстоянии и махал ручкой. У меня зрение офиговое. Я решила, что если мальчик сам не подходит, значит не особо и надо. А у меня еще была проблема с фотоаппаратом прежним, тоже Кассио. И не надо было его не то чтобы дать ремонт, просто узнать, что с ним можно сделать. Ну, я по магазинам походила, увидела магазин. В Ярославле тогда был центр китайского долголетия, там был медицинский центр и чай. Я тогда оставила там. Надеюсь, вы там все-таки сидите, дологие зрители, слушатели и прочее. Шесть с половиной тысяч. У меня где-то около тысячи было. Это женьшень и еще что-то такое. А остальное у меня был чай. Я очень много купила тогда, познакомилась с китайской... В общем, чай, сейчас помню, Луидзин он произносится. Дракон, кажется, или колодец дракона. Вот колодец дракона, в общем. Он похож был на Сэнчу по виду. Я думала, что это Сэнчо. Говорю, у вас Сэнчо, можно свежий тенемний. Нет, типа это не Сэнчо, это немножко другой. Но, в общем, я закупилась там очень много всего. Я помню, что я у них пыталась купить Бабао, а они не знали, что это такое. Я говорю, ой, у вас есть Бабао? Нет Бабао. Вам про Бабао я тоже расскажу потом в одном из обзоров. Я тут вижу, что у них есть Бабао. Стоит прямо передо мной. Говорю, вот же Бабао. Да вы что, это компотик. Я думаю, ну ладно. В общем, я у них тогда закупила, значит, шесть с половиной тысяч. Почти на семь. Чуть больше, чем шесть с половиной было. И потом узнаю, ну, всем я рекламила в угличе этот магазин, а люди туда приехали. Я потом узнаю, что этот магазин через два месяца закрылся, потому что я у них купила чуть ли не большую половину того, что у них вообще имелось. Там всякие разные. И вот что-то у меня еще Кудинбот в следующем обзоре. И вот он как раз из этого центра китайского долголетия. Что-то у меня какой-то Пуэр действительно оттуда сохранился. Какой-то я заказывала на Чабэ. Я потом дам ссылку под видео. Это российский сайт, магазин. Что-то я заказывала по разным магазинам интернет, российским тоже. Но кое-какие из них уже не действуют, так сказать. Закрылись или еще что-то, прогорели. Не знаю, что с ним случилось. А что-то я заказывала на Али еще до того, как цены на евро на валюту подскочили больше, чем нужно. Если вы считаете, что на Али все-таки какое-то говно, то вот тогда еще на Али года три назад, даже два еще назад, было что-то приличное. Можно было что-то хорошее, качественное купить. Сейчас, конечно, там закажешь кота в мешке, и то не факт, что придет. Но я перехожу все-таки к своему обзору. Так, наверное, все-таки придется держать в руке. И если все-таки у меня тремор, то уж простите меня. Так. Все-таки попробую поставить. Стоять, не падать. Так. Это мой любимый пледик, кстати. Так. Это у меня Ахматовский плеер. Мне его подарила Ксюшка. Ту, что у нас он рос, у него. И тут он дири, и еще какая-то плеер неведомая. Он мне не очень, он у меня идет. Но, в принципе, плеер может храниться годами, ему ничего не будет. В общем, я надеюсь, видно тут вот этот состав, там еще какие-то цветочки. Коробочка у меня где-то отдельно лежит, а в коробочке уже лежит какая-то трава моя собранная. Пахнет он специфически между имбирем и слегка плеером. Но я думаю, не стоит говорить, или все-таки стоит, что плеер, он может быть по вкусу, если трехлетний или сырой, вот который этот искусственно ферментированный, вот по вкусу от земли, вкуса, сырой рыбы, как у меня одна девчонка знакомая говорила, до орехового. Это если уже старый, более, ну, от 3 до 5-7 лет, и старше, они могут быть уже и мягкий такой, как ореховый вкус, и немножко отдавать с шерстью, это чисто мои вот вкусы такие, мне кажется, что там шерсть, и немножко даже с сухофруктами, похожие на юнанские, классические черные, но в принципе, пуэры произрастают, собирают его именно, изготавливают в юнане. Это у меня пуэр мандарини. Вообще делается и пуэр мандарини, и в других цитрусовых, и там в грейдфруте, допустим, ну, в грейдфруте я не пробовала, его заказывал, кажется, Дима, но его мне нет, на этот повод не спрашивала. Это пуэр из, в общем, я прислала Юля, то ли из моря чая, есть такой магазин сетевый, в Питере, и не только, то ли из солнца, то ли из кондаты. Вот так он запакован, я его еще не открывала, вообще, пуэр мандарини можно купить, допустим, в Конфуции, еще производит Тянь Вань Синь, у меня коробочки от Тянь Вань Синь остались, и вот если у меня в них что-то лежит, или просто, кому интересно, я может быть сделаю обзор трав, которые у меня на данный момент имеются, и вот там как раз коробочки из Тянь Вань Синь остались, еще у меня есть какой-то улон, Тянь Вань Синьевский, я думаю, его не стоит, хотя, в принципе, могу распаковать, и как он выглядит, просто покажу, тут он запаянный вообще пакетик, хотя, наверное, без ножниц-то я его не смогу распаковать, в общем, он выглядит, если вам интересно, можете загуглить, а вообще, так выглядит, как черный такой мандарин, сушеный, изготавливается он, берется мандарин, внутренность вытаскивается, сам он сушится, вот эта корочка, закладывается туда, россыпью пуэр, ну, и закрывается крышечка, и потом продается, соответственно, имеет вкус такой характерный, цитрусовых мандаринчик, если вы черный чай с мандариновыми шкурками, когда-нибудь заваривали, покупной или самопальный, ну, в смысле, берете черный чай, берете шкурку мандаринчика, крошите и завариваете, то вот вкус похож, единственное, что дает немножко, все-таки, и пуэром, вот таких у меня сейчас два, было одно время больше, возможно, у меня где-нибудь заныкан, еще тень вансиновский, пуэр, но, я пока не нашла, так, хотя, я знаю, что у меня, вот только стовку, у меня есть у меня какой-то сундучок, и в нем, возможно, есть какой-то чай, я вот в него-то и не лазала, это у меня тоже от Юльки, тоже не знаю, унция, кантата или море чая, тут у нас пуэр с розой, с чайной розой, точно такой же пуэр можно купить, конечно, и на олень, и в интернет-магазинах, но, последнее время, мне такой чай присылает Юлька, либо, кто-нибудь еще дарит, вот такие вот точи, это называется, туача или точа, вот такие вот маленькие, и вот именно такой же формы был олень, тут у нас, я, кажется, его не заваривала, но я такой посылала, анти-владивосток, вот такой вот чай у нас, это, все-таки, не искусственно состаренный, вообще его можно, в принципе, отличить и по цвету, и по виду, если вы давно занимаетесь этим чаем, чай питьем, хобби вот такой, и можно понять, а человеку, который вот только сейчас вот видит, ему, собственно, пофигу, какого это, шэн-шу, точнее, сути на состаренный, или нет, и да, пуэр лучше заваривать в специальном чайничке, в классическом варианте из ясинской глины, сейчас я вам такую покажу, все, у меня их два, один у меня под улун, а другой под пуэр, чайничек из ясинской глины, я их покупала у нас в магазине, когда-то одно время у нас был более 20 лет, магазин с чаем на развес, но вот совсем недавно он закрылся, может месяца два или три назад, конечно, очень жалко, потому что в Угличе вообще нельзя купить нигде этот чай, хотя там в основном был шарпотреб, всякий ароматизированный, или такой массовый, там чай с какими-то цветочками, черный, зеленый, но иногда можно было заказать и пуэр, вполне приличный, и я там иногда его покупала, в общем, такой чайничек из ясинской глины, крышечка, и второй у меня просто с двойным дном, вот этот вот у меня действительно под пуэр, чайник впитывает аромат пуэра, и его не рекомендуется мыть, ну, смысла, конечно, окатить там, чайники выкинуть, но именно вот мыть, чтобы все это отмыть, не рекомендуется, вот этот у меня был под улун, а этот под пуэр, даже видно, что вот тут темное, и он с двойным дном, очень красивый, также крышечка с двойным дном, ну, я надеюсь, было видно его, еще раз покажу его, вот этот под пуэр, пуэр можно заваривать до 20 раз, или до 15, если вы, допустим, его настаиваете от нескольких секунд до минуты, если настаивать дольше, соответственно, до 7 или до 5 раз, заварок выдерживает, так, что у нас тут, что еще, вот такой мешочек, такой мешочек я покупала в своем первом заказе на Али, это уже года 3, наверное, назад, вообще, я очень хотела такой мешочек, я его видела несколько лет, ну, лет 5 или 6 назад в интернете, но он стоил огромные деньги, в основном чисто из-за мешочка, мешочек делали китайцы, таких мешочков у меня 5 разных цветов, но на данный момент в этом обзоре будет присутствовать только один, потому что остальные или с травы какой-нибудь, или вообще где-то там лежат, но в основном с травой, здесь остался пуэр, и он стоил мне тогда, курс доллара был маленький, мне не от 260 до 300 обошлись такие мешочки, тут в основном было 50 разных точь маленьких пуэрок, чаще всего попадались тогда, вот первые 2 мешочка у меня был в основном именно черный пуэр, а последние уже попадались такой конкретный или ширпотреб, или, ну, уже когда я поняла, что там на Али лучше не стоит покупать, а продается именно то, все то, что не купили в России или еще куда-нибудь для элитных магазинов, он уже, соответственно, был больше там этого оленя, как я его называю, и тут было или несколько сортов и разных видов, но в основном все было по 50 штучек, вот что у нас тут осталось, один мешочек мне, правда, прислал продавец, последний очень качественный пуэр был, не трех лет, не искусственного выдержки приготовления, а именно хороший такой, до 25-30 лет, как и было объявлено, тут в основном у меня остался уже олень, сейчас покажу, чем он тут все отличается, вот зеленый чай, ну это обычный зеленый, представленный чай, в принципе, был такой российский представитель Янышев, и у него был зеленый чай, живой зеленый чай назывался, и вот такие вот штучки были, вот они в разных бумажках, с разными добавлениями, там и лотос может быть, и рис, и еще что-нибудь, в основном я такие чаи беру свои поездки, экскурсии, очень удобно заваривать на чашечку, даже если не брать кипятильничек, то бишь чайник кипячильничком, а просто из кулера, вот вам повезло, у меня остался один пуэр, чаще стало попадаться, ну вот еще года полтора назад на Али, когда я заказывала, что допустим на бумажке нарисована роза, а на самом деле там не роза нифига, этот, кстати, вот именно с розой, но он из другого мешочка, и он без розы, обычный пуэр, но он скорее всего искусственно состаренный, с закосом по трехлетний, вот еще один, сейчас узнаем, что это у нас, это то, что называют шеном, типа зеленый еще не добродил, но на самом деле это все олень, там у меня еще сколько-то, в основном зеленый остался, когда разбиралась, я даже забыла, что у меня еще существует, нашла еще несколько разных, разной смолы, так, это опять от Юльки, это у нас из Унции уже понятно, видно, вот Унция, на самом деле Унция, это та же Кантата, или какой-нибудь там магазин моря чая, только 30% наценка, как мне сказал один товарищ, когда-то там работавший, вот именно вот за эту надпись, что при вас русичкой напишут, на пакетике, осталось у меня тут всего ничего, но у Унции действительно можно купить, именно нормальный Пуэр, выдержанный, может быть и стоит доплатить, ради счастья попить нормального чая, вот он, кстати, тут с какой-то неведомой хренью, ну это скорее всего, в каком-нибудь там 2000 году созданный, закопанный, или в какое-нибудь первое помещение положенный, и бродящий, ощущение, что там вообще только три штучки осталось, печально, если так, так, тут у меня, тут же от одного мешочка, ну просто в таком пакетике, приходило оно иногда, вот просто в таких пакетиках, а потом уже внутрь мешочек, уложилось в мешочек, это скорее всего зеленый, я даже его распаковывать не буду, ну понятно, потом мне как-то приходили в подарок, там, допустим, хорошие продавцы, это Дори Аксю, хорошие подарки так и переводится, и еще какой-то, я не помню, чайный домик, кажется, и там мне иногда приходили в подарок за заказ, сложили несколько таких или разных, если я заказывала смолу, несколько на пробу, там мне как-то попалось, смола пуэра, с жасмином, на деле оказалось просто зеленый чай, то бишь смола зеленого чая, с жасмином, и в заварке было именно как зеленый чай за смолу, оказалось, на деле, иногда вот несколько там, вот таких завесочных, пулырок, тут у нас тоже в основном остался зеленый, а, здесь вот чуть-чуть кудина, но я про него поговорю, в следующем обзоре, это пакетик, который я скорее всего брала, в какую-нибудь свою поездку, может быть, даже в деревне, так, перехожу, это блин, 100 граммовый мне его Юлька прислала, кажется, год или два назад, сейчас мы узнаем, что это, вот, вот такой он, там у нас даже бумажка, обычно у них складывается, я нет в этом, если иногда, вот попадается на разломе, я не буду это сломать, и там есть такая бумажка, у меня есть такой пулыр, в обзоре будет, и на нем видно, вот, печать, когда сделано, в таком году, и, соответственно, можно посчитать, сколько ему лет, этот у нас, в 2011 году, в общем, ему сейчас, мягко говоря, 5 лет, ну, и, соответственно, искусственно состарены, что хранить долго, что не хранить, эффекта не будет, потому что там уже, все, что можно, она ферментировалась, а вот эти вот могут лежать дольше, дольше, и, соответственно, дозревать постепенно, так, вот этот вот самый большой, лежит в пакетике, этот мне подарила в прошлом году моя подружка, 77-летняя тетя Валя, та самая культуролог из Москвы, у нее приятель, сын приятеля, ездил в Китай, и привез, по ее просьбе, мне вот такой чай, это китайский, именно вот, со Сталиной нормально, не искусственно, и она себе чуть-чуть поклонила, мы там в деревне его перевезли, потом я его брала и больше не вспоминала, еще она мне раньше, давно, лет 6 назад, привезла первый раз, вот, из Китая, такие маленькие, очень, с сиропиком счастье, очень такой классный был, 15-летний Пуэр, вот, я думаю, вот так вот буду сделаю, будет более видно, и вот здесь вот, как раз вот этот листик, который, если достать, там можно понять, какого он года, этот, кажется, я не буду брать, но он больше 10 лет был, насколько я помню, сейчас обратно не довезу, хотя, по-моему, пакетик у меня слегка порвался, и надо будет уже куда-то его, в новую тару положить, здесь у меня, соответственно, чайная коробочка не родная, тут у меня, судя по бумажке, я вообще забыла про него, я заказывала в свое время, императорский Пуэр, обычно он россыпий, ну, в смысле, всегда россыпий, императорский, он же дворцовый Пуэр, вот, видно, подпись, это как раз Дори Аксю, Сюй, магазин, просто императорский, вот так он выглядит, у него характерный вкус, если его варить в молоке, как я делала несколько раз, по-моему, всего три раза вложений, во-первых, если сварить в молоке, то попьешь и 8 часов есть, не хочется, согласно легенде, действительно так, во-вторых, у него очень специфический вкус, сырая земля, сырая картошка, кстати, на сырую картошку он тоже действительно похож, в общем, такая редкостная гадость по вкусу, но очень полезный, ну, типа, если вы хотите похудеть, то усарите, пуэр на молоке, столовая ложка с горкой, на стакан молока, как отца так, я варила его в турке, и он такой коричневатый, на самом деле, хоть тут, не очень видно, сейчас я попробую все-таки заново в руку взять его, вот такой вот он, он мерзопакостный, чем старше, тем мерзопакостнее, по вкусу, по запаху тоже, специфический, но он считается очень крутым, из всех рассыпных пуэров, ну, соответственно, дорогим, ну, я его заварила в чистом виде, и варила в молоке, в молоке, исключительно, потому что была на сессии, жрать было некогда, особо жрать, покупать было не на что, его денег не было, куча тратилась на учебу, на все остальное, ну, и, соответственно, сварил, попил, работаешь, не спишь, не ешь, вот такой пуэр, так, вечный спонтанный обзор, я всегда что-то забываю, как мне кажется сказать, а, да, пуэр можно, если вам не нравится вкус, но хочется попить, можно его разбавить немножко молоком, а можно разбавить, кинуть дольку лимончика, соответственно, вкус будет мягче, пользы будет больше, тут у меня в этой коробочке, где написано гринтин, был маленький бринт, 100 граммовый, это еще как раз в нашем магазине покупала, на развес, где я его поломала, это вот тот, который называется зеленым пуэром, тот, что называется оленем, он уже немножко изменил цвет, ну, и, ему не знаю, сколько уже лет, сколько он у меня лежит, ему, наверное, уже лет 8, покупала я его, вот тут даже цена еще осталась, за 465 рублей, это называется, срок годности 20 лет, хотя больше, вот написано 2011, все-таки я перепутала, ему меньше лет, ну, в общем, я его покупала в 2011, можно сказать ему, сколько, 12, 13, 15, 15, 16, 4,5 года, как он у меня лежит, он немножко изменил цвет, но я его пока не заваривала, уже года два не заваривал, он мне лежал, при него даже забыла, единственное, что я его поломала, чтобы он мне сюда поместился, причем 20 лет его можно еще похоронить, точнее, не 20 лет, но 15, то, что я называю чай олень, так, здесь у меня тоже еще вот от того магазина осталось, да, кстати, цена, ну да, вот, я не знаю, как я вообще тогда столько тратила, это у меня тут, просто наклейку пакетика тогда не было, они мне положили вот такой, это молочный пыр, ароматизированный, выпарен, на выпаренном молоке, ну, вообще, конечно, все эти ароматизированные, искусственно, конечно, у меня тут нет такого, но искусственно, это совсем уж параша, вот именно таким путем, так же, как молочный улун, крутой, который, я не ваниски делается, выпаривается на молоке, то, он, конечно, ну, на любителя, одно время мне нравилось, вот он у меня лежит, есть не просит, но я что-то его не могу сейчас заваривать, то ли я просто про него забыла, вот, из серии, с каким-то вкусом, хотя вот прессованные маленькие пуэрки, они действительно тоже со всякими вкусами были, так, еще у меня тут, вот такой вот, кстати, тоже 100 граммовый, было у меня еще, когда я заказывала, кстати, на ЧБ, я тоже заказывала на огромные суммы денег, у меня там был такой пуэр, назывался Старый товарищ, вот, я тут вспомнила, ну, я тут как раз, по-моему, с этого, с чайного долголетия, остался, кстати, вот видео у меня заканчивается, время, и придется, наверное, все-таки сшивать, я хотела сделать поменьше, но, видимо, поменьше не получится, в общем, я пока с вами прощаюсь, и сделаю второй обзор, новая тут, вот этот у меня, с китайского долголетия, я тогда его покупала, кажется, он, ну, в общем, ему около 30 лет, должно быть сейчас, это 100 грамм, плюс-минус 5, как обычно, и вот он, вот такой, нет, его долбила ножичком, пуэрным, кстати, вот сейчас покажу вам, пуэрный ножичек, так, вот такой пуэрный ножичек, откровенно говоря, я не помню, где его заказывала, или покупала в чайном долголетии, или все-таки на Сибире, вот такой рисуночек, ну, соответственно, ему так просто берется, и раздалбливается, сейчас все, я не буду долбить, все-таки на кровати, и потом это все, где есть, пособирать придется, так, вот такой у меня пуэр, нет, уже все, что до этого обозрила, заснула в пакетики, сюда пока положу, вот этот мне прислала Юлька, я же почитала, что он может храниться 3 года, это все у нас такой, это китайский чай на русский вкус, соответственно, покупала где-то там в Питере, шоу Мэй, китайский белый прессованный чай, в общем, хранится он 3 года, осталось мне его, ну, через 25 года мне его надо будет видеть, так, зеленый чай, прессованный, вот он, скорее всего, тот самый вариант, когда он там дображивает, ну, соответственно, еще есть почки пуэрных деревьев, я их как-то заказывала, и, крайне говоря, они мне не понравились, я вообще не поняла юмора, они, для меня они, были как деревяшка, я их отправила своему карельскому приятелю, он тогда еще тусил в Карелии, вряд ли он меня смотрит, поэтому при этом ему не будет, так, и перехожу я уже непосредственно к остаткам белой роскоши смола пуэра, покупала я ее и на Али, и на Чабэре, вот такие маленькие штучки, вообще она намного дороже пуэра, цена идет за грамм так же, как у пуэра, но грамм тут намного дороже стоит, вот, по штучке на чашечку, и получается очень-очень такой густой навар, соответственно, если в чайник, то, конечно, там на литр можно делать, можно делать на чуть меньше, и можно делать такой чайничек, и, соответственно, потом доливать несколько раз воду, еще надо там использовать именно как заварку, а можно заварить в чашке, как говорит Марта, моя подружка, по-китайски, вот тут у меня тоже, в принципе, это одни и те же, только я приложила вот в эту коробочку, коробочка не родная и не от чая, вообще у меня была ступа, и сейчас в ней, правда, лежит несколько, по-моему, барбарист, но я постараюсь ее, если именно в том месте она стоит, то, возможно, я вам ее покажу, или попробую показать потом уже в другом обзоре, да, все-таки она оказалась именно там, где я думала, вот в такой вот штучке мне приходили в золотенькой фольге кружочки и плиточки, сейчас у меня тут барбарист, вот так, она мне обошлась тогда что-то в 700 рублей, я тоже в основном хотела из-за этой коробочки, она вот такая небольшая, с китайскими иероглифами, не знаю, получится ли увидеть, в общем-то там китайцы нарисованы, вот это мне обошлась все время смола, тут уже не по грамму, там намного меньше было, тут грамм, даже, мне кажется, 2 грамма, она мне обошлась что-то около 800, даже не 800, до 900 рублей ее покупала, тут было 20 грамм, ну уже кому-то я отдавала эти денышки, кому-то, в общем, сама выпивала, и не соответственно гуще, ну на чашку, если такой делать, то он большой, он соответственно гуще будет, настой, так, вот такое зерно, по виду как кофейное, темное, на червы я тогда за грамм я платила где-то от 65 рублей, сейчас я не знаю, сколько там цена стоит, ну и на Али тоже примерно так же было, но иногда дешевле, и последняя из моей коллекции, это паста пуэрная, то бишь, то же самое смола пуэра, только рассыпью, и ее надо намного меньше, чем у того же, той же смолы, только вот в прессованном виде, это я брала, по-каратце, на дори, вот такая вот она, похожая на кофе, по виду, пахнет пуэром, ну и стоила тоже, она очень дорого, даже по тому курсу доллара, но мне очень хотелось, просто для разнообразия попробовать, ну и хватает надолго, и в принципе, вот не считая там нескольких моментов, у меня что-то я его пила, тут пила, и на ночь, и вполне спала, а так он обычно бодрит, но еще, соответственно, хочу сказать, если вдруг кто не в курсе, то у пуэра, и соответственно, у смолы пуэра, очень послабляющий эффект есть, и сейчас я, все-таки, вам тут, сделаю заново, тут все это, положу все, что у меня было, все, что относится к пуэру, ножичек пуэрный, правда, некоторые чай у меня уже в пакетиках пребывает, смола, то, в чем раньше была смола, неродная коробочка, мешочек я сюда уже сложила, некоторые пуэрки, тут еще такое действо, и этот я положила уже в новый пакетик, уже исключительно китайский, вот такой обзор, моей небольшой коллекции пуэра, надеюсь, вам было это видео интересно, и чем-нибудь полезно, возможно, я что-то забыла, но если я что-то забыла сказать, просто спрашивайте в комментариях, я постараюсь ответить, ну и до новых встреч, пока!